В селе Жилино Пермского края нет рабочих мест, хотя люди здесь трудолюбивые, и коров держат, и овощи выращивают. Как реализовать излишки своей продукции по-дружески, без документов, не знают. И специально отведенных площадок для продажи своей продукции в Жилино нет. В семье Сухорословых машина по отжиму подсолнечного масла появилась недавно. Масло в магазине дорогое, вот и решили делать свое. Все-таки в семье трое детей. Пока очищенное семя Сухорословы приобретают на рынке. Но весной собираются 10 соток земли отдать под подсолнечник, чтобы затраты на масло свести к минимуму. Это, конечно, хорошо, когда семья питается здоровой пищей. Но еще бы семью многодетную как-то надо было кормить. Потому что у нас в деревне работы как таковой нет. То есть это только бюджетное учреждение и два магазина, и все. Маслопресс работает постоянно. И для себя теперь масла хватает, и излишки остаются. Первыми дегустаторами семьи Сухорословых стали их соседи по улице. Мария хотела бы продавать по 10 литров масла в неделю, но не знает как. Только понимает, что официальная торговля предусматривает целый ряд требований. Это нужны сертификаты, это нужны СС, пожарники, сертификаты на продукцию. На масло стоит сертификат 15 тысяч рублей, допустим. И, естественно, если конкретно делать на продажу, это должно быть помещение специальное. Жилино – старинное село. Ему почти 400 лет. Через Жилино проходил знаменитый сибирский тракт. Как несколько веков назад, так и сейчас люди здесь пытаются выживать натуральным хозяйством. Педагог дополнительного образования местной школы Ольга Бодина говорит, на одну зарплату никак не прожить, тем более в семье трое детей. Корова-звездочка кормит. Молоко, творог, масло – все свое. И хотела бы хозяйка реализовать излишки. Те же 7 литров молока в день, но не получается. В некоторых регионах собирает молоко организованно. То есть проезжает сборочная машина, и люди сдают излишки молока. Эту информацию мы знаем. Возможно, мы бы не против такого, но если будут хорошие закупочные цены. За 15 километров в город Кунгур возить молоко некогда, некому и невыгодно. Поэтому кормят качественным продуктом свиней и телят. Если бы эти 7 литров молока, отданные теленку, семья могла продать по 30 рублей за литр, вышло бы 210 рублей. На хлеб хватило бы и на сахар. Уже вперед. Бодины не против личного подсобного хозяйства. Только чтобы его зарегистрировать, необходимо иметь в собственности 2 гектара земли. Да и не потянуть им целое стадо. Вот вот такой бы какой-нибудь продукт из зелена. Что-нибудь такое. Живые продукты. Живые продукты. Две местные активистки, Людмила Хасанова и Мария Сухорослова, открыли группу в соцсетях «Живи село», чтобы объединить жилинцев в виртуальном клубе по реализации своей продукции. Провели опрос в интернете, какие продукты интересуют покупателей. На первом месте ответ «Молоко», на втором «Я бы все купил». Мы просто не знаем, как еще организовать так называемый пункт выдачи. Потому что все равно хозяйство на разных территориях у нас. То есть это же деревни, это же дома частные. Это все равно куда-то должны люди это все принести, чтобы реализовать. Это надо как-то доставить до покупателя. Пока в группе «Живи село» разместили сведения о товаре, который не относится к скоропортящемуся. В этом списке имбирные пряники. Их печет Виктория Власова. Вика сама придумывает формы для пряников и украшает их цветной глазурью, в составе которой сахарная пудра, яичный белок и натуральные красители. Пряники сначала мы делали для себя. На праздник какой-нибудь, по рецепту. А потом постепенно один знакомый попросил сделать по дню рождения, другой. И мы решили, что почему бы не попробовать. Но у нас проблема со сбытом. То есть единичные заказы есть, но крупного масштаба, конечно, мы еще не чувствуем. Цена одного пряника 90 рублей. Хранится он полгода. Все хорошо, но у Власовых нет знаний, как реализовать такую красоту. Открывать мини-пекарню в сельской местности только себе в убыток. Документы, помещения, банковский счет. Виктория пока не работает. В отпуске, по уходу за детьми. Интересовались поддержкой для начинающих предпринимателей, на что нам был ответ, что только сейчас фермерские хозяйства поддерживают. С хорошей программой пряники в их планы не входят. Жилино расположено рядом с федеральной трассой Перми-Екатеринбург. В летнее время сельские жители выходят к трассе, где пытаются продавать овощи, молочную продукцию и консервацию. Матвей, зайди, пожалуйста, в подполье, достань еще огурцов. Библиотекарь местного клуба Мария Рагозина на своем участке и помидоры выращивает, и огурцы. С огуречной гряды длиной 15 метров она получает за лето около 100 килограммов огурцов. Можно, конечно, не сажать в таком количестве. Но как не посадить, говорит Марина, раз есть земля. Зимой она продает огурцы в банках на трассе, а летом возит свежие в Пермь за 80 километров от дома. Чтобы поехать и продать товар на рынок в тот же Пермь, мне надо и на дорогу, на электричке, если я еду, на машине так же. Машина есть, но это очень затратно на машине поехать. На машине надо ехать, очень много везти товара и найти еще и точку достойную, чтобы это все продать, потому что конкуренция также большая. Интернет помог найти Марине первых покупателей. У тебя огурцы, помидоры, вот тут человек хочет купить, в воскресенье приедет, можно взять? Просили огурцы, одну банку просто огурцов. Вот такие вот можно. Там что-то красивое было такое с морковкой. А, с морковкой? Это мне. А с морковкой вот. Вот это, опа, вот это вот. Все. Ну, по 150. По 150 можно продавать, да. Так я думаю, строят. Пока волонтеры общественной организации на добровольных началах помогают находить покупателей и передавать им заказанные через соцсети продукты. Но это не дело. Жилинцы мечтают, чтобы у трассы районные власти заасфальтировали площадку и поставили навес, где люди бы торговали в удобное для них время. Если бы такая площадка была, не только жители Жилина, а вот окрестных всех деревень, Камышево и Балалы, и Шадейка та же самая, у них тоже держат, и скотину, и овощи выращивают. Все бы туда приходили и реализовывали. В администрации Кунгурского района считают, что вопрос с площадкой и павильоном можно решить, но торговать там разрешат только сертифицированной продукцией. А нельзя продавать? Это как? Придет какой-нибудь Роспотребнадзор, какой-нибудь Россельхознадзор, я не знаю, там какая-то СББЖ даже, ветврачи какие-то. Вот просто шли мимо и возьмут и проверят, где у вас документы на реализацию вашей сельхозпродукции, и все. Будут и штрафы. Видимо, частникам так и придется вести продажу по-соседски, без документов. По закону, чтобы продавать свое, нужно быть или индивидуальным предпринимателем, или главой крестьянско-фермерского хозяйства. А 90% жителей сел и деревень к этому не готовы. Юлия Долгова, Михаил Овсейчик, студия ФМ-Видео, специально для программы «Большая страна».